Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются. И недавний визит президента Ихамалиева в Москву дал возможность не только отметить памятно для обеих наших стран юбилей 50-летия БАМа, но и, конечно же, обсудить двусторонние отношения. Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества и, в частности, развитие транспортного коридора Север-Юг? Отношения у нас развиваются успешно, надежно, очень прагматично. Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса. И я бы сказал даже в определенной степени симпатии друг к другу. По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые функционируют в Азербайджане, на русском языке работают. Детей учат. Я знаю, что президент Алиев, он всячески поддерживает изучение русского языка в республике. Это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Это значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. А зачем? Для развития двусторонних связей. И они развиваются. Сейчас общий объем у нас товарооборота, повторяю тоже в долларах, буду говорить, где-то 4,5-4, по-моему, и 6 миллиардов долларов. И темп хороший. Темп развития очень хороший. Мы все больше и больше диверсифицируем наши отношения. И уверен, что при сохранении такого настроя с обеих сторон, а в России мы настроены так же, уверен, что результаты будут и будут хорошими. В этом смысле многое нужно сделать, вы правы абсолютно, с точки зрения развития логистики. Это касается не только север-юг вот этой дороги, но и по другим векторам. Строительство логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана на Дагестанском участке. Там же работа идёт. Это касается других направлений. У нас достаточно много студентов учатся в России, в том числе на бюджетной российской основе из Азербайджана. И мы видим, что интерес молодых людей к получению образования в России тоже достаточно большой. Что касается вот этой дороги север-юг, она может превратиться в очень хороший международный и востребованный международный коридор. Когда грузы вот отсюда прямо, где мы с вами находимся, вот из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. По-моему, чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через канал известный. Но мы ничего не хотим сказать плохого. Советский канал, наоборот, очень нужен мировой торговле. Но это будет дополнительный и весьма эффективный путь для доставки грузов на север, на юг и в обратную сторону. По-моему, на 10 суток быстрее. Это большая экономия. Это очень эффективный и выгодный будет маршрут. Но здесь еще многое нужно сделать. Мы работаем с обеих сторон. Я знаю, что президент Алиев поддерживает этот проект. Мы с ним многократно его обсуждали. Поддерживает и иранское руководство. И поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы. Внерегиональные. Страны, находящиеся рядом. В том числе и суверенные арабские фонды. Понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут вложения, надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована. Там есть вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Какие участки, в том числе по территории Азербайджана, какие участки и как мы будем финансировать. Будет ли это кредит, будет ли это прямое финансирование со стороны России. Как это будет стыковаться с теми ответвлениями, которые пойдут на запад по территории Азербайджана. Затем нам нужно все доработать с нашими иранскими партнерами и друзьями. Как мы там будем строить эту колью? Она будет широкой или будет узкой колью, которая проложена по территории Ирана. Но самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали ее фактически, дирекцию создали. У нас ВТБ этим занимается активно. И у меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости. Но они в целом уже практически доработаны. Так что это очень хороший. Но не единственный проект, который мы осуществляем совместно. Кроме всего прочего, Азербайджан является прикаспийским государством. Входит в пятерку прикаспийских государств. И здесь у нас тоже много общих интересов. В том числе и вопросов, касающихся экологии Каспийского моря. Чех Сагол, Бугар Олег Гидарович. Спасибо. Продолжение следует...